Большинство людей страдают и терпят неудачи, потому что боятся того, что о них подумают другие. Я скажу так, к черту этих людей. Есть одна вещь, которую вы должны усвоить как можно раньше. Жаль, что я поздно осознал это. Вам должно быть все равно, что люди думают о вас. Знаете, как я перестал париться о том, что думают обо мне другие? Я осознал, что они сами живут в дерьме. Они живут в дерьме и пытаются осуждать тебя за то, что ты хочешь вылезти из этого дерьма. Поэтому забейте на них и их мнение. Оно ничего не стоит. Глупо страдать из-за мнений дерьмовых людей. Вот что я осознал. Все те, у кого ничего не получилось, будут твердить, что и у вас ничего не получится. Они будут пытаться заглушить свою боль за счет вас. Чтобы внушить себе, что они лучше вас. Но единственное, в чем они лучше, так это в том, что они маскируют свою дерьмовую жизнь лучше, чем ты. Это все, на что они способны. Когда я в первый раз попал на отбор в морскую пехоту, чтобы стать морским котиком, я весил 135 килограмм. Парень, который принимал меня, сказал, что у тебя не хватит сил, чтобы сделать это. Все, что он тогда смог сделать, так это спроецировать свою боль на меня. Он знал, что сам не сможет стать морским котиком. А я знал, что смогу. И пофиг на его мнение. Я был всего лишь 36-м афроамериканцем, который решился на это более чем за 70 лет. А когда я впервые вошел в здание военно-морского флота, парень на входе сказал мне, что за 70 лет было всего 35 афроамериканцев, которые прошли через это. Я ему ничего не сказал. Я сказал себе, что буду 36-м. Самая большая проблема в этом мире – это другие люди, а не вы сами. Это мнение других людей в вашей голове. Эти мнения управляют вами, как марионеткой. Моя соседка два месяца назад покончила с собой. Я знаю множество ветеранов, которые покончили с собой. А неделю назад я увидел новость о том, как 11-летний мальчик покончил с собой из-за издевательств над ним в школе. Люди вокруг вас являются абсолютными кукловодами. Они осознанно или неосознанно используют ваши слабости. Им нравится говорить другим что-то плохое, чтобы поднять свою самооценку. Вам нужно перерезать эти ниточки, стать невосприимчивыми к этому и со своими собственными мыслями идти к своему успеху. Вам нужно поднять самооценку, развить самоуважение и самодисциплину. Хорошо, что я однажды осознал это. Хорошо, что осознал, что нужно выбросить все это дерьмо из своей головы. Я прошел путь от полного куска дерьма, который думал, что он тупой, неуспешный и неуверенный в себе. Который заикался, когда разговаривал с кем-то, до сильного телом и духом человека, только потому, что я начал контролировать свой собственный разум. Да, с вашим успехом будет и больше хейтеров. Но не позволяйте им ранить вас и тем самым управлять вами. Используйте их как топливо. Чем больше хейтеров, тем выше вершины вы покоряете. Вместо того, чтобы кормить их оправданиями, убивайте их своим успехом. Вы должны продолжать преодолевать трудности. Используйте все, что этот мир посылает вам, в качестве топлива. В детстве я никому не хотел говорить, что хочу быть военным. Почему? Потому что я боялся, что об этом подумают мои друзья. Я боялся того, что подумают другие люди. Я не хотел это никому говорить, потому что я боялся, что меня осудят. Я позволил другим людям сковать свой разум. Это худшая вещь в мире. Когда я увидел военную форму, я подумал про себя, что если я смогу надеть эту форму, я стану сильнее. И я это сделал. Потом я подумал, что хочу быть не просто военным, а морским котиком. Тогда я стану еще сильнее. И я снова это сделал. На испытаниях в морской пехоте я терпел много неудач. И чем больше я их терпел, тем больше в моей голове всплывало слов моего отца о том, что я недостаточно хорош, ни на что не способен и прочая чушь. Но чем больше я боролся, тем меньше эти слова для меня значили. Я постепенно осознавал, что истинная сила в моих убеждениях. А убеждения других людей были иллюзией. Но еще вы должны разрушить и собственные иллюзии. Вы должны принять себя, прежде чем будете что-то исправлять. Перестаньте врать себе, что у вас все в порядке. У вас не все в порядке. И поэтому вам нужно работать над собой. А большинство людей не хотят этого делать. Им лучше всю жизнь маскировать ноющие раны, чтобы не сталкиваться с болью от открытых ран. Принятие и осознание своих страхов — это единственный способ освободиться от этих страхов и залечить ноющие раны. Если не хотите жить фальшивой жизнью, как истальные, сами перестаньте быть фальшивым. Перестаньте лгать себе и всем остальным. Когда ты не стыдишься себя настоящего, это дает очень много сил. Я могу пойти на любое интервью и рассказать все, что угодно про себя. Я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Мне все равно. В этом огромная сила. Иметь возможность поместить свою жизнь на рекламный плакат, и тебе будет все равно, что о тебе подумают. Когда я не лгу себе и окружающим, я чувствую себя хорошо. Так я исцеляюсь. Я не маскирую раны. Когда вы открыто готовы признавать, что вам плохо, вы освобождаетесь от того камня боли и страданий, которые носите в себе. Я устал бояться чужого осуждения. Я устал что-то скрывать. Я устал лгать о том, насколько я хорош. И стал неуязвим к любым высказываниям в мою сторону. А хейтеры будут всегда. Смиритесь с этим. Если бы вы даже умели ходить по воде, ваши хейтеры сказали бы, что вы не умеете плавать. Примите тот факт, что вы можете не нравиться людям. И если кого-то бесит ваш успех, это значит, что вы все делаете правильно. Я не уважаю многих людей. Как я буду уважать тебя, если ты не тренируешься каждый день? Я не имею в виду тренировки в спортзале. Я имею в виду твое развитие. Если ты все время жалуешься, не развиваешься, не работаешь над своей мечтой, и при этом еще осуждаешь других, чтобы хоть как-то скрасить свое жалкое существование, вперед, чувак, неси это дерьмо дальше, в нем ты и останешься. Но если я увижу, как ты каждый день работаешь над собой, как каждый день проходишь через все трудности, чтобы стать лучше, ты привлечешь мое внимание. Вот тогда я буду тебя уважать. Субтитры создавал DimaTorzok